Служение Деррика Принца. Враги, с которыми мы сталкиваемся. Часть первая. Это первая из проповеди на тему «Враги, с которыми мы сталкиваемся». Надеюсь, что все здесь присутствующие христиане осознают, что мы сталкиваемся с врагами. Потому что это очень опасная ситуация, когда у нас есть сильные и активные враги, выступающие против нас, а мы даже не знаем, что у нас есть эти враги. Враги, с которыми мы сталкиваемся, это не люди из плоти и крови, а невидимые духовные существа. Под темы, которые мы разберем в этих проповедях, касаются вещей, которые незаметны для наших органов чувств. Библия говорит о вещах, которых не видели глаза и не слышали уши, и которые не приходили на сердце человеку. Это невидимые духовные вещи. То, о чем мы будем говорить, можно понять только с помощью Писания. Нет других источников надежной информации. Мне кажется, что многие люди думают, что то, что мы видим, слышим, прикасаемся, пробуем, это настоящие или реальные вещи. Но многие столетия философов приходили к выводу, что они не такие уж и реальные. Они временные, не вечные и часто обманчивые. Вы не можете полагаться на свои органы чувств. Поразительно. Сколько философов в разные годы пришли к этому выводу. Библия говорит то же самое. Павел сказал, что видимые вещи временные, а невидимые вечные. Иными словами, то, что существует в мире ощущений, временное или только отчасти реально. Но то, что существует в духовном мире, и что мы не можем увидеть, не можем воспринимать нашими чувствами, — это действительно реальные вещи. Они выдерживают испытания временем. Поэтому, разбирая подобные темы, мы должны начать с настройки нашего разума. Нужно сказать себе, я не буду полагаться на те вещи, которые я могу увидеть, прикоснуться, услышаться или попробовать, но я открою свое сердце и разум к откровению, которое находится в Писании, о вещах из другого мира. Павел молился за христиан в Эфесе, чтобы Бог дал им Духа премудрости и откровения для познания Его. Я молюсь сегодня о том же, когда мы откроем свои сердца Слову Божьему, пусть Он дарует нам Духа премудрости и откровения. Потому что мы разбираем те вещи, которые можно узнать только с помощью откровения. На этих уроках мы будем изучать два царства, два противоборствующих царства, которые воюют друг с другом. Это не натуральные царства или королевства, такие, как и Британия или Швеция, а невидимые духовные царства. Одно — это царство Бога, а другое — царство Сатаны. Давайте начнем с прочтения местописания. Евангелие от Матфея, 12 глава, всего два стиха, 26 и 28. Фарисеи обвинили Иисуса в том, что Он изгонял демонов, потому что был с ними из одной лиги или из лиги Вильзевула. Иисус сказал им на это, что их доводы были нелогичными и неправдивыми. И указывая на это, Он сказал такие слова. «Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою. Так как же устоит царство его?» Итак, у сатаны есть царство. Так сказал сам Иисус. Но многим христианам сложно это понять. А здесь это сказано четко и ясно. А далее в следующих стихах Иисус говорит, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Здесь упоминается еще одно царство — Царство Бога. То есть существует два невидимых духовных царства. Это первое Царство Бога и Царство Сатаны. Также Иисус подмечает, что один конкретный аспект Его служения способствует открытому проявлению обоих царств. Речь идет об изгнании демонов. Его силой и властью демоны — это невидимые духовные существа. Они представляют Царство Сатаны. А Иисус, а потом и Его слуги, и последователи Его служения, представляют Царство Бога. И во время изгнания демонов происходит видимое столкновение Царства Бога и Царства Сатаны. Также тот факт, что Иисус и Его последователи могут изгонять демонов Сатаны, является убедительным доказательством того, что Царство Бога — могущественнее Царства Сатаны. Лично я верю, что именно поэтому Сатана не любит и противостоит служению освобождения, потому что оно выносит на свет те вещи, которые он хотел бы оставить в тайне, а также демонстрирует, что Царство Иисуса сильнее Его Царства. Сегодня я хотел бы поговорить о природе и структуре Царства Сатаны. Давайте мы откроем послание Ефесиным, 6 главу, 12 стих. Я думаю, что это главный стих этой темы. Опять же, хочу напомнить вам, что сейчас мы говорим о вещах, которые незаметны для ваших органов чувств. Я прочту новый перевод короля Иакова. Он такой же, как и старый, только более модернизированный. Итак, к Ефесиным, 6 глава. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В английской версии сказано «на небесных местах». Но слово «местах» взято в кавычки, что говорит о том, что оно было добавлено переводчиками. Правильный перевод поднебесной. Кто-то однажды сказал, что большинство церквей неверно расставляют знаки припинания в этом стихе. Они читают его так. «Мы не боремся и ставят точку». Но здесь сказано совсем не так. Я хочу прочесть вам этот стих в переводе Дерека Принца. Я изучал греческий язык с 10 лет и даже могу преподавать его в вузах. Я не говорю это, чтобы хвастаться, но, по крайней мере, это дает мне право на личное мнение. Я могу ошибаться, но это мое мнение. Посему начну с фразы из живого перевода, где сказано «наш поединок не против личностей с телами». Думаю, это очень яркий образ. Крайне важно понять, что мы имеем дело с личностями. Пока мы этого не поймем, то будем как боксер с завязанными глазами. Мы имеем дело с личностями, но эти личности без тел. Это духовные существа. И наш поединок, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что это очень острый конфликт. Думаю, что из всех форм межличностного конфликта поединок или борьба являются самыми напряженными. Это когда один человек полностью противостоит другому. И Павел не случайно использует это слово для описания нашей войны с царством сатаны. Это настоящая война. Итак, наш поединок не против личностей с телами. Далее идет версия Дерека Принца. Но против правителей в различных сферах власти с многочисленными подчиненными со своими сферами власти. Против мировых доминаторов, нынешней тьмы, против духовных повелителей, зла в Поднебесной. Я хотел показать вам, что царство сатаны — это вам не шуточки. Это высокоорганизованное царство. Но это не его заслуга. Ранее он был, и мы разберем это чуть позже, одним из главных ангелов, возглавляющим большой отряд ангелов. Также ему дана была божественная организационная система, и когда он взбунтовался против Бога и возглавил бунт других ангелов, они просто забрали эту систему с собой, но обратили ее против Бога. Поэтому не думайте, что у сатаны нет высокоорганизованного царства, но, как я уже говорил, это не его заслуга. Это заслуга Бога. Но давайте примем во внимание тот факт, что он не простофиле, он очень проницательное, могущественное и злое существо. А теперь давайте рассмотрим расширенную версию того стиха, который я вам дал. Мы выступаем против правлений. Я сказал «правление», потому что в греческом это абстрактное понятие. Это не правители, как сказано во многих современных переводах, а «правление» — это определенный уровень духовной власти в царстве сатаны, и он находится на уровне правлений. А под этими правителями находятся субправители с разными сферами власти. А под ними находятся субсубправители с меньшими сферами власти. То есть у одного правителя есть большая сфера власти. А под ним находятся многочисленные субправители, у каждого из которых есть меньшая сфера власти. Под ними находятся правители еще меньше и меньше с еще меньшими сферами власти. Итак, это первый образ, а чуть позже мы откроем Ветхий Завет. Я приведу вам очень хорошие примеры того, как все это функционирует. Далее сказано «против мировых доминаторов нынешней тьмы». Я специально использовал слово «доминаторы», потому что это сатанинское слово. Бог никогда не доминирует. Когда вы сталкиваетесь с доминированием, то где-то за ним стоит сатана. Амбиции, желания и стратегии сатаны заключаются в том, чтобы прийти к полному доминированию над всем этим миром, но он будет доминировать с помощью системы тьмы. Царство Божие — это царство света, а царство сатаны — это царство тьмы. Те, кто находятся в Царстве Божием, знают, кому они служат, и они хорошо видят, что они делают. А те, кто находятся в Царстве Сатаны, большинство из них даже не знают, кому они служат, и не понимают, что они делают. Третья фраза — против духовных повелителей зла в Поднебесной. Целая армия злых, могущественных, бунтующих духовных существ находится в сфере, которая называется Поднебесная. В Церкви сложилось мнение, что сатана находится в аду. Многие люди так и думают. Я могу сказать, что было бы хорошо, если бы это было правдой, но это не так. И нигде в Писании вы этого не найдете. Мы вернемся к этому еще чуть позже. Давайте кратко рассмотрим то, как появилось это царство сатаны. Откроем Исаию 14 главу. Прочтем оттуда несколько стихов. Эти стихи рассказывают о существе по имени Люцифер. Слово «Люцифер» у латинского происхождения и означает «приносящий свет» или «светящееся существо». На иврите это «Айле Ташахар», что значит «утренняя звезда». Но какую бы форму и имени вы не выбрали, это значит «яркая, сияющая, славная личность». Я считаю, что он был архангелом. Слово «арк» с греческого. Вам не обязательно все это запоминать. Означает управление. То есть архангел — это управляющий ангел. Ангел, который управляет другими. То же самое значит и архиепископ. Архиепископ — это епископ, управляющий другими епископами. Здесь находится описание одного из главных архангелов в Божьей небесной системе. Его звали Люцифер и звали его так потому, что он был таким славным и таким красивым. Но он допустил ошибку. Он взбунтовался против своего Создателя и подумал, что он наравне с Богом. Очень интересно, что мы имеем сравнение Люцифера с Иисусом. Люцифер был созданным существом, неравным Богу. Он стремился к равенству с Богом и потерпел неудачу. А об Иисусе в послании к филиппийцам сказано, что он не думал, что его равенство с Богом — это то, чем нужно хвалиться. Он имел его по божественному праву. Он смирил себя, и Бог возвысил его. Давайте посмотрим на это описание. Начнем с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбил вся землю, попиравшие народы». А теперь мы читаем о мотивации бунта Люцифера. И в следующих стихах мы пять раз читаем, что именно собирался делать Люцифер. Люцифер — это воля творения против воли Творца. Но ключевое слово — это бунт. «А говорил в сердце своем...» Не забывайте, что Бог знает, что мы говорим в своем сердце. «Говорил ты в сердце своем, взойду на небо, я иду наверх, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонми богов, на краю севера». Речь идет только о движении вверх. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Всевышний — это всемогущий Бог. То есть он говорит, «Я буду равен Богу». Итак, амбиции сатаны заключались в том, чтобы подняться к равенству с Богом. Он пошел на это, потому что был настолько мудрым, настолько красивым и славным, что подумал, «А я ведь могу быть Богом!» Лично я считаю, и это всего лишь мое личное мнение, что он мотивировал ангелов, которые находились под ним, присоединиться к бунту. «Я представляю себе эту ситуацию, происходившую на небесах, и все это началось именно там, на небесах». Верите вы этому или нет, но это так. Я представляю, как он подходил к ангелам, которые были под ним, и говорил им, «У тебя действительно есть талант. Ты необыкновенно одаренный. Бог не ценит все то, что ты имеешь. Вот если бы я был главным, то я бы дал тебе должность, которой ты действительно заслуживаешь». И очевидно, что он подорвал верность Богу среди одной трети всех ангелов и возглавил их в бунте и в своей борьбе. И вот Бог говорит, «Но ты не свержен в ад, в глубины преисподней». И также мы откроем книгу Иезекииля, 28 главу, где находится еще одно описание этого удивительного существа. Там представлены два раздела, каждый из которых — это плач или сетование. Первый — посвящен князю Тира, а второй — царю Тира. Если вы прочтете начало этой главы, на что у нас сейчас нет времени, то увидите, что князь Тира был человеком. Там очень четко сказано, что он был человеком, хотя и называл себя Богом. С другой стороны, когда мы читаем описание царя Тира, то очевидно, что он человеком не был. Тут есть очень интересная картина того, как действует царство сатаны. У нас есть правитель-человек, князь Тира, но за ним в невидимой сфере находится правитель-сатана, царь Тира. И видно, что человек-правитель — это не больше, чем марионетка, которая движется так, как диктуют ей невидимые силы. Когда вы начинаете понимать эту истину, то история и политика обретают совсем другое значение. Я думаю, что очень многие так называемые великие исторические личности были просто марионетками сатаны, которых из царства сатаны дергали за невидимые ниточки, чтобы они делали все эти ужасные вещи. И давайте посмотрим, что говорит Писание о втором существе в книге Иезекииля 28 главе. И начнем мы с 12 стиха. Тут говорится, «Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Славное и очень красивое существо, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». Он также был искусным музыкантом. Очень многие учители Библии считают, что сатана или, лучше сказать, Люцифер, пока что не будем менять его имя. Люцифер отвечал за оркестр небесного прославления. Важно понимать, что сатана многое знает о музыке. И музыка — это один из его инструментов для пленения людей. Итак, мы продолжим читать 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». А что осенять? Божий престол, то есть Писание очень четко говорит, что есть херувимы, которые своими распростертыми крыльями покрывают Божий престол. «Какая почетная должность! Вот так слава!» Ты был на Святой Горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Понятно, что это не может быть человек. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Бог напоминает ему, ты был создан. Ты не Бог, а созданное существо. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. Мне больше нравится слово «бунт», пока ты не взбунтовался. Затем, в 16-м стихе мы читаем «от обширности торговли твоей». В притчах то же самое слово используется по отношению к сплетнику. Его работа сравнивается с торговлей, потому что сплетни постоянно курсирует туда и обратно, как бы продавая себя. Так сплетник распространяет свои истории как товар. Вот почему я думаю, что сатана ходил и говорил своим ангелам, вот если бы я стал главным, то вам жилось бы очень хорошо, я бы вас продвинул, и вы бы получили власть, которой вы действительно заслуживаете, но это всего лишь мое мнение. Давайте скажем так, от обширности твоих манипуляций, твоих замыслов и интриг, внутренне твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувима сеняющий из среды огнистых камней. В оригинале сказанное «поэтому я низвергнул тебя». На что указывает слово «поэтому»? На Божий суд за бунт. Затем мы видим истинную мотивацию сатаны, вернее, Люцифера, будем называть его Люцифер, пока он не станет сатаной. Это 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего, ты погубил мудрость твою». Какой была изначальная мотивация сатаны? Каким был первый грех? Гордость. А нужно всегда помнить об этом. Первый грех во вселенной произошел на небесах, а не на земле. И это было не пьянство, не прелюбодеяние и даже не ложь. Это была гордость. И поверьте мне, это до сих пор один из самых опасных и смертоносных грехов. И многие прихожане церквей, которые не совершают прелюбодеяния и не пьют, очень легко поддаются гордости, даже не осознавая, насколько это опасно. А теперь я отвечу на вопрос, который интересует многих людей. Если сатана был изгнан с небес, то как он все еще находится в Поднебесной? Ответ очень прост. Небес несколько. Понимаете? Небес несколько. В первом стихе Библии небеса упомянуты во множественном числе. Вначале Бог сотворил небо во множественном числе. И землю в единственном числе. Если вы изучите этот вопрос, то везде в Библии небеса употребляются во множественном числе. И сейчас мы рассмотрим два местописания. Одно из них это второе послание Коринфянам, 12 глава, второй стих. Тут Павел рассказывает о людях, у которых был удивительный опыт в сверхъестественной сфере. И он говорит, знаю человека во Христе, который назад ему 14 лет в теле, не знаю, вне тела, тоже не знаю, Бог знает, восхищен, был до третьего неба. Перед тем, как стать проповедником, я был логиком. Если вам показалось, что я сказал алкоголиком, то это не так. Логика осталась во мне. Мой логический разум говорит мне, что если есть третье небо, то должно быть первое, и второе, следовательно, вы не можете иметь что-то третье без первых двух. Итак, если, как говорит Павел, есть третье небо, то это значит, что небес как минимум три, то есть небес несколько. Еще одно местописание, которое подтвердит эти слова, это Ефесиным, 4 глава, 9 и 10 стихи. Тут говорится о том, что случилось в период между смертью Иисуса на кресте и его воскресением и вознесением. Тут сказано о вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Речь идет об Иисусе. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить всем. Думаю, вы заметили фразу выше всех небес. и опять же неправильно говорить все о том, что находится в единственном числе. Небес должно быть как минимум три. Много лет назад, когда я был директором педагогического колледжа в Африке, в Кении, один из моих студентов пришел ко мне и сказал, все мои родители приехали, чтобы повидаться со мной. Я ответил, я понимаю, что ты имеешь в виду, но так говорить нельзя, потому что в английском языке ты не можешь использовать слово «все» по отношению к двум. Должно быть хотя бы трое, поэтому когда Павел говорит, что Иисус поднялся выше всех небес, опять же это указывает на то, что их минимум три. Я думаю, что их было три. Это мое личное мнение. В наши дни можно услышать фразу «я был на седьмом небе». Я бы не советовал вам использовать эту фразу. Насколько я понимаю, эта фраза взята из Коран, но я не думаю, что в Библии есть упоминание более чем трех небес, поэтому если вы очень счастливы, то можете сказать «я был на девятом облаке», потому что, согласно Библии, облаков очень много. А сейчас я хотел бы предложить вам свое мнение. Это то, что кажется мне вероятным, но вы не обязаны в это верить. Вы попадете на небо, даже если не согласитесь со мной, я считаю, что то третье небо, на котором был знаком и Павла, это небо божественного обитания, и сказано, что там он слышал неизреченные слова, слова самого Бога. Я считаю, что первое небо — это видимое небо, которое мы видим, поэтому второе должно находиться между первым и третьим, где-то между нашей планетой и местом обитания Бога. Там находится еще одно небо. Опять же, это мое мнение, но я думаю, что в Библии есть места, которые подтверждают это. Итак, между нами и Богом находится царство сатаны. Я думаю, что это напрямую связано с тем, что происходит в наших жизнях. Я думаю, вы слышали слово «промолить». Как это понять? Когда я впервые искал Господа как человек, который не знал Его, я пытался молиться целый час, но не мог произнести ни слова. Я искал Его всем сердцем. Затем каким-то образом я прорвался. Оглядываясь назад, я считаю, что прорвался через сатанинские силы, которые мешали мне установить прямой и личный контакт с Иисусом. Это стало поворотным моментом во всей моей жизни. Поэтому не нужно смеяться над пятидесятниками, которые говорят, что нужно промолить что-то. Возможно, некоторые из их методов немного нетрадиционны, но правда в этом есть. Это часть нашей духовной войны. Через несколько минут я приведу вам несколько примеров, но думаю, если вы осознаете, что между вами и Богом находится противоборствующее царство, то это изменит ваши духовные переживания. Это научит вас молиться по-новому. Давайте откроем сейчас книгу Даниила, в которой содержится много полезной информации в этой сфере. Я хочу рассмотреть инцидент из жизни Даниила, который, как мне кажется, иллюстрирует те принципы, о которых я говорю. глава, которую я хочу открыть, это десятая глава. Если вам интересна эта тема, то вы можете дома детальнее изучить эту главу. Но чтобы сэкономить время, я не буду читать всю главу, а дам лишь краткое изложение. В определенный момент, когда Даниил был очень зрелым верующим, он решил поститься 21 день или 3 недели, и теперь такой пост называют постом Даниила. Он удерживался не от всех форм пищи, а ел очень простую еду, не пил вина, никаких дорогих напитков, и как написано в живом переводе, конечно же, никаких десертов. Он искал Бога, чтобы понять будущую судьбу своего народа. Евреев молился три недели, и ничего не происходило. Это пример того, о чем я вам говорю. Затем чудесное и могущественное небесное существо принесло ему ответ на его молитву. Присутствие этого существа было таким сильным, что другие люди, находившиеся с Даниилом, убежали в ужасе. Даниил был полностью лишен своей физической силы. Это очень похоже на то, как Иоанн после воскресения Иисуса припал к его ногам, как мертвый. Этот ангел пришел с ответом на молитву Даниила. Его послал Бог. Я хочу подчеркнуть, что ангела отправили в первый день, когда Даниил только начал молиться. Но прибыл он только через три недели, потому что по пути от Божьего престола к Даниилу, находившемуся на земле, он встретился с сатанинским противостоянием. Это было противостояние не со стороны людей. Ни один человек не мог противостать такому ангелу. Это было не на земле и не на Божьем небе, а на какой-то территории между Божьим небом и землей. Я считаю, что это была территория царства сатаны. Иными словами, ангелу пришлось прорываться через царство сатаны, чтобы донести то послание, которое дал ему Бог. И вот что он говорит, и он упоминает несколько существ. Одного зовут князь персидский, других зовут царями персидскими, а позже упоминается князь Греции. Если вы посмотрите на них, то поймете, что это не люди, а ангельские существа, ангелы сатаны, которые приложили все усилия, чтобы не дать ангелу добраться до Даниила. Хочу обратить ваше внимание на нечто поразительное. Молитва Даниила привела в движение все небеса. Она отправила в дорогу ангела Божьего, а также расшевелила ангелов сатаны и заставила их двигаться. И Даниилу пришлось промолить эту ситуацию. Ему пришлось держаться 21 день до того, как он получил ответ. Поэтому, дорогие братья и сестры, иногда, когда вы молитесь и не получаете ответа, это не значит, что вы молитесь о чем-то плохом. Скорее, это указывает на то, что вы молитесь за что-то хорошее, но есть противостояние. И в этих проповедях мы будем учиться тому, как побеждать это сопротивление, как промолить, как прорваться, как одержать победу над этими силами. Давайте посмотрим, что ангел сказал Даниилу. Это 10 глава 12 и 13 стихи. Но он, ангел, сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим». Как он смирял себя? С помощью поста. Запомните это. Пост — это назначенный способ для смирения перед Богом. Первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим. Слова твои услышаны. Я пришел бы по словам твоим. Иными словами, Бог послал меня в тот же день, когда ты начал молиться. Но почему же он не пришел? Не потому, что дорога от престола Божьего занимает 21 день. Причина совсем не в этом. А теперь 13 стих. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Кто такой князь царства персидского? Скорее всего, сатана, но как бы там ни было, это ангел сатаны, которому сатана поручил воплощать персидской империи планы сатаны и противостоять Божьим целям в этой империи? Почему персидская империя была важна в то время? Если вы изучите историю Израиля, то увидите, что там были четыре языческих империи, которые доминировали над израильским народом после того, как те отвернулись от Бога и были изгнаны из своей земли. Сначала был Вавилон, который увел их в то изгнание. Второй была Мида Персия или Персия. Именно она была у власти во времена Даниила. Третьей была Греция, ну а четвертая Рим. И все Божьи цели для человечества были сконцентрированы на еврейском народе, потому что только из этого народа мог прийти Мессия и Спаситель. Из-за того, что Божьи цели были сконцентрированы на Израиле, противостояние Сатаны тоже было сосредоточено на Израиле. Иными словами, когда вы в центре Божьего плана, именно тогда вы чувствуете самое большое сопротивление Сатаны. Помните об этом. Итак, Сатана хотел, чтобы израильский народ находился в рабстве и вдали от своей родной земли, а Даниил молился за возвращение Израиля в свою землю. И этот князь царства Персидского противостал ему. Затем ангел продолжает. «Но вот Михаил, один из первых князей, или один из архангелов, пришел помочь мне». То есть этот ангел не мог сам прорваться. Это действительно удивительная картина. Зачем же пришел Михаил? Какой именно работой занимался Михаил? У него было одно очень важное задание. Оставьте закладку в книге Даниила 10 главе и давайте прочитаем эту же книгу, только главу 12. Это первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий», то есть архангел, «стоящий за сынов народа твоего». Кто эти сыны народа, о которых пишет Даниил? Это, конечно же, еврейский народ. То есть когда Михаил появляется в центре событий, то вы можете быть уверены, что тогда еврейский народ занимает центральное место в истории, потому что его работа это следить за ними, защищать их от попыток сатаны уничтожить их, которых, как вы знаете, было очень, очень даже много. Давайте вернемся, кстати, к книге Даниила, 10 главе. Вот ангел приходит к выводу «Я остался там при царях персидских». Цари стоят во множественном числе. И в отличие от нашей обычной структуры власти, князь был главным правителем, а цари были под ним. То есть был один князь, а под ним несколько царей. Как я и говорил, правители с различными сферами власти и с большим количеством подчиненных, какой была работа тех царей? У нас нет слова от Бога по этому поводу, но вот как думаю я. Например, если у сатаны есть князь британский, в чем, в принципе, я и не сомневаюсь, как я могу в этом сомневаться. Под этим князем находятся правители поменьше, которые, возможно, доминируют над каждым из больших городов Британии. Как проповедник, который часто путешествует, я научился выставлять свои антенны сразу по приезду в город и пытаться выяснить, какие именно сатанинские силы управляют этим конкретным городом. В Персидском царстве было много этнических групп, и я думаю, что над каждой большой этнической группой тоже стоит сатанинская сила. Я не хочу никого обидеть, но думаю, что это очень хорошо видно на примере коренных американцев. Это очень трагично, потому что из всех духовных и материальных благословений, которые пришли в Америку, коренные американцы не испробовали почти ничего, и они очень глубоко погрязли в колдовстве. Я думаю, что та сатанинская личность, которая получила задание держать американских индейцев во тьме и в рабстве, хорошо продержалась у власти вплоть до этого времени. Мы могли поговорить и о других этнических группах, но у нас нет на это время. Также в Персидской империи было много разных религий. Я думаю, что за каждой религиозной группой, культом или сектой стоял отдельный правитель. Итак, ангел Божий столкнулся с целой группой сатанинских ангелов, которые мешали ему дойти до Даниила. Однако, когда пришел Михаил, он прорвался. Он доставил послание, но сказал Даниилу, «Я хочу рассказать тебе, что будет, когда я пойду обратно». И вот тут-то мы переходим к 20-му стиху 10-й главы Даниила. И он, ангел, сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским». Иными словами, битва с князем персидским не закончилась. А что бы случилось с персидской империей, если бы с ее князем было покончено? Скорее всего, она бы развалилась. Чуть позже так и случилось, но это была не последняя империя. И вот он говорит, «А когда я выйду, то вот придет князь Греция, сатанинский правитель над следующей большой империей. Под управлением Александра Македонского греческая империя полностью разбила персидскую империю и стала доминировать над огромной частью земли». За 10 лет Александр завоевал территории от Греции до Индии, включая также южные побережья Средиземноморья. Это было одной из невероятнейших завоеваний. Но за ним шел еще один князь. Я верю, что большую часть основных событий в истории человечества можно объяснить только так. И затем он говорит, в 21 стихе ангел продолжает. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. Иными словами, я пришел сказать тебе, что говорит Слово Божие. И в следующей главе мы увидим эти слова. Он продолжает, «И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Затем этот же разговор продолжается в первом стихе следующей главы. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпору и подкреплением». Дарий был первым мидо-персидским правителем, который разбил Вавилонскую империю и занял ее место. Дарий и правитель после него дали возможность евреям вернуться в их землю. «Итак, в определенном смысле, победа Дария над Вавилоном была серьезной духовной победой Божьих планов». И этот ангел сказал, что именно он помог Дарию. И снова мы видим, что человеческие правители не действуют сами по себе как в вакууме. За ними стоят невидимые ангельские силы, как божественные, так и сатанинские. Ангелы Божьи управляют теми правителями и людьми, которые продвигают на земле Божьи цели. А ангелы сатаны противостоят этим людям. Это главная причина, почему христиане должны молиться за правителей своей страны, если возможно. Они должны препятствовать действиям ангелов сатаны и высвобождать действия ангелов Божьих. Не забывайте, что в этой ситуации ничего не произошло, пока Даниил не стал молиться. Я не знаю, что может побудить нас к молитве еще больше, чем это откровение. Мне кажется, что, хотя это может показаться странным, молитва Даниила была одной из сил, которые помогли ангелу Божьему прорваться. Поэтому, братья и сестры, возможно, вы недооцениваете силу своих молитв. Итак, сатана перестал быть Люцифером, построил свое бунтующее царство в Поднебесе и правит там множеством взбунтовавшихся ангелов. Ключевое слово для описания сатаны и его приспешников — это слово «бунтарь», бунт против Бога. У сатаны также есть нижний слой царства, если можно так сказать, на земле. И опять же, ключевое слово, которое можно описать тех, кем он управляет на земле, это слово «бунтарь». Это видно в послании к Ефесиным. Сейчас мы говорим не только о царстве сатаны в Поднебесье, но и о тех, над кем он правит на земле. Ефесиным 2 глава эти слова обращены к христианам. И Бог оживил вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. А далее он описывает, как жили люди до того, как они спаслись и стали служить Богу, в которых и вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Кто этот князь? В господствующей в воздухе. Конечно, сатана, духа, действующего ныне, в сынах противления. Каким словом можно описать сыновей противления? Только бунтари. Каждый, кто взбунтовался против Бога, автоматически попадает под контроль сатаны. Недостаточно просто ходить в церковь и петь гимны. Вам нужно отложить в сторону свой бунт против Бога и подчиниться Христу. Именно тогда происходит переменная. Многие прихожане все еще остаются бунтарями. Их, как бунтарей, продолжает контролировать сатана. Ну, хорошо, далее в третьем стихе Павел говорит, между которыми и мы все жили некогда. Кто-то с этим не согласен. Я точно знаю, что я так жил. Я не сомневаюсь, что я был в таких условиях до того, как Господь нашел меня. Я был бунтарем в царстве бунтарей. Я этого не знал. Я думал, что я очень умный, очень успешный. Я думал, что знаю все ответы, пока я не начал читать Библию и не понял, что это не так. Нет времени, чтобы рассказывать об этом, но я лишь хочу сказать, что Павел говорил, мы, апостолы, включая и меня, Павла, все принадлежали к той категории. Мы были бунтарями, которыми манипулировал сатана с помощью духовных сил, но мы этого не понимали. Мы не знали, что кто-то дергает нас за веревочки. Мы двигались так, будто бы сами всем управляем, между которыми и мы все жили. Некогда. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Обратите внимание, что это желание не только плоти, но и наш разум отвернулся и враждовал с Богом, пока мы не покорились Ему. Интеллектуалы — это одни из самых ярых врагов Бога. И затем он говорит, «И были по природе детьми гнева, как и прочее». Это описание нижнего строя царства сатаны. Люди на земле, все люди, несмотря на их расу или динаминацию, если они не подчинились Иисусу Христу, правителю, назначенному Богом, являются бунтарями. И сатана контролирует их своей духовной силой. Там есть очень интересная фраза. Там сказано, что он правитель, господствующий в воздухе. Я не могу долго на этом останавливаться, но в греческом языке есть два слова, обозначающих воздух. Одно это «айр», от которого происходит наше английское слово «воздух». А второе это «айфиа», от которого произошло слово «эфир». Сейчас дело не в тех словах, которые от них произошли. «Айр» — это нижнее небо, которое прилегает к поверхности земли. «Айфиа» — это жидкий воздух далеко вверху. Как вы думаете, какое слово используется здесь? Нижний воздух. Иными словами, сатана правит поверхностью земли. это его сфера. Тут много можно говорить. В Библии написано, что когда придет Иисус, мы встретимся с ним в воздухе. В каком воздухе? В нижнем. Не будем больше об этом, а то это займет очень много времени, поэтому лучше воздержаться. Покажу вам еще одно описание сатаны, которое вы, возможно, никогда не замечали. книга Иова, 41-я глава. Вся эта глава посвящена существу по имени Левиафан. Это какое-то морское чудовище. Мы знаем о нем не очень много, но как вы думаете, могла ли такая экономная Библия посвятить 26 стихов какому-то морскому чудовищу? Нет. Правда в том, что Левиафан это прообраз или символ сатаны. Вы можете изучить этот вопрос. И вот посмотрите. Хочу обратить ваше внимание на последние слова в Иова 41-й главе 26-м стихе. На все высокое смотрит смело, то есть он невероятно горд, он царь над всеми сынами гордости. Это сатана. Когда гордость входит в сердце человека, то это влияние сатаны, потому что именно она привела его к бунту против Бога. Гордость приводит нас под контроль сатаны. Неважно, кто мы, пятидесятники, баптисты, католики, дело не в этом. Дело в том, каково отношение нашего сердца к Богу. Если наше сердце не полностью подчинено Иисусу Христу, мы можем использовать различные религиозные слова, держаться за всевозможные ритуалы. Но правда в том, что мы находимся под царем Левиафаном. Он царь всех сыновей гордости. Как часто вы слушаете проповеди о гордости? Можете не отвечать. Мне кажется, что церковь сегодня фокусируется на второстепенных вещах. Много лет назад, когда я был пастором, я сильно наседал на людей за курение. Я считал, что это ужасно. Проблема в том, что в то время в нашей церкви не было курящих людей, но мы ничего не говорили о людях, которые ругались со своими женами. Я чувствовал себя лицемером, когда говорил какому-то парню, что он не может стать членом нашей церкви, потому что он курит, тогда как я знал, что в нашей церкви были люди, которые неправильно относились к своим мужьям или женам. Понимаете, курение и пьянство это всего лишь небольшие ветки на дереве, но знаете, что является корнем? Бунт. В Евангелии от Матфея в самом начале Иоанн Креститель говорит, что теперь секира или топор приложен к корню дерева. Такой должна быть и наша цель. А в конце я хотел бы подытожить для вас амбиции сатаны и его цели. У него очень четкие цели. У него две главные амбиции. Доминировать над всем человечеством. Помните, что в послании к Ефесиным сказано «мировые доминаторы нынешней тьмы». А вторая его цель — это получать поклонение. Нам нужно это понять. Он хотел быть равным Богу, но был дисквалифицирован. Но он не отказался от своего желания. Есть один способ, как это желание осуществляется. Так как же? Через поклонение. Потому что поклонение принадлежит только Богу. «Итак, когда сатана принимает поклонение, то говорит, «Видишь, я все еще Бог». А когда вы проанализируете все, что делает сатана, то его конечная цель — это чтобы ему поклонилось все человечество. И с пророческой точки зрения, я думаю, он очень близок к своей цели. Сатана и его ангелы в Поднебесной также, по моему мнению, являются языческими богами. Все признанные и почитаемые боги всех языческих культур и рас. Это лишь другой способ описания Сатаны и его ангелов. Зевс, Гермес, Посейдон, все греческие боги, о которых я когда-то так много знал, и сейчас они меня больше не волнуют. Это лишь другие ярлыки для ангелов Сатаны. И когда вы посмотрите на все культуры человечества, то вы увидите разные имена одних и тех же существ. А когда люди им поклоняются, то кому они поклоняются? Сатане и его ангелам. Есть один конкретный путь, с которым грешный человек связан с царством Сатаны, и общее тому название колдовство, которое преобладает во всех языческих культурах, но только в разных формах. Вы не сможете найти такую культуру, у которой бы не было языческого и колдовского прошлого и так называемых знахарей или шаманов. В разных странах они называются по-разному, но суть стихо-дна. Шаман в каком-то смысле это священник Сатаны. Именно он помогает людям установить контакт с царством Сатаны. А зачем им это нужно? Но на то есть две основные причины. Во-первых, они ужасно боятся несчастья, которые принесет им Сатана. Большинство их жертв и ритуалов нацелены на умилостивление очень жестоких и капризных существ. Во-вторых, им нужна сила, а колдовство это средство для достижения силы. Я говорю миссионерам, никогда не отправляйтесь в Африку или Индию и не говорите живущим там людям, что Сатаны нет, потому что все они знают, что это не так. Демоны реальны, и они хорошо это знают. Вы должны им сказать, демоны реальны, и Иисус реален, и он победил демонов и дал нам силу побеждать их. Итак, колдовство, как религиозная практика, это выражение человеческого бунта против Бога. Колдовство это естественная религия грешного человека, и она пропитала собой все человечество, это не что-то странное или необычное, это вполне реальное явление сегодня. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это очень важно, в наши дни колдовство вернулось с новой силой. Когда христианство появилось, этим сатанинским существам был дан отпор, но они никогда не были разбиты полностью. И теперь они говорят так, пришла наша очередь. христианство христианство христианство